Сегодня с вами о национализации элит. Говорили о спящих, в том числе, которые не спящие. Мы, правда, должны из всего происходящего сделать выводы. Беда и проблема не в том, что были и есть люди, имеющие какую-то отличную точку зрения. От государства, от нас с вами, да даже от большинства. Это их право, и в этом отличие демократического общества от тоталитарного, где все ходят по струнке и строю. Есть у тебя свое мнение? Не согласен ты с властью? Это твое право. Вопрос в другом. Ты тогда не можешь и не должен находиться в структуре этой власти. Ты не можешь сегодня с утра выступать за интересы России, отстаивать ее национальную безопасность, а вечером немножко на машинке себе еще и шить. Знаете, вот сегодня у нас как-то много прозвучало цитаты из Писания. Я тоже позволю себе напомнить слова из Нагорной проповеди, когда Иисус говорил, что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И у нас перед глазами, раз мы говорим о национализации элит, есть, к сожалению, с одной стороны, и слава богу, с другой стороны, совершенно разные примеры. Вот у нас есть один пример, я о нем, кстати, у вас тоже на программе говорил, когда сын одного из действующих пока еще вице-губернаторов, даже первых вице-губернаторов одного из регионов уехал в Грузию, где сейчас активно в социальных сетях поливает свою страну, говорит о том, что весь народ поднимется, выйдет против власти Путина. А папа к нему тайно ездит, не ставя в известность об этом даже компетентные органы. А есть другой сын вице-губернатора, Георгий Дудров, вице-губернатора Ненецкого автономного округа, зам Кумроты, ВДВ, разведроты, который погиб, который окончил, по-моему, кадетский корпус, пошел, окончил военное училище, офицером ушел туда. И вот, да, мы с одной стороны, когда видим вот подобных сынков из Грузии, из других стран, вещающих, пока их папы рассказывают, как они любят страну, а с другой стороны, когда мы видим, что пока есть такие ребята, как вот старший лейтенант Дудров, мы понимаем, что и страна есть, и народ есть, и не в том дело, не в том героизм, чтобы погибнуть, а в том, чтобы понимать, ты часть страны. И если стране сегодня так нужно, если так сложились события, то ты вместе с ней и в горе, и в радости. Конечно, хочется в радости. Конечно, хочется, чтобы все было красиво, модно, эстетично, но разные времена бывают. Это наша страна, нам здесь жить, и поэтому сокровища наши здесь и сердце наше здесь.